Для души. Так говорит о своем увлечении житель Канажского района Егор Егоров. Зоолог по образованию он уже более 20 лет разводит редких для нашей полосы птиц и животных у себя дома. Павлины, цесарки, страусы, эму, пони и даже северные олени. Посмотреть на домашний зоопарк приезжают не только канажцы, но и жители со всей республики. Мы тоже не смогли удержаться и отправились в гости на экзотическую ферму. Малчик он, друг мой. Потому что он следом за мной везде ходит. Потом остальные за ним. Я разговариваю с ним. Постоянно на Чуварском. Три года назад в хозяйстве Егора Егорова появились олени север и красотка. Трехмесячными он привез их с Ямала. Сбылась мечта детства. В прошлом году у пары появился детеныш – Умка. Он стал подарком ко дню рождения Егора Васильевича. Вечером начало беспокоиться. Утром вышли, и все, уже теленок бегает. Ну, тогда же тепло, ничего, нормально. Вот там примерно, где сейчас она ходит, вот там я телилась. Там сено было почти. Для своих любимцев Егор Васильевич обустроил просторный загон. Есть и открытая площадка. Свободолюбивым оленям должно быть комфортно в неволе. Зимой лучше для них. А летом, когда в жару, то тем более в сарай с поликарбонатой крыша, он нагревается, они вон туда в другой сарай заходят. Там прохладно. Ничего, приспособились, живут. Животным требуется особое питание. Сено и березовые веники на завтрак. Полезная смесь из разных круп на обед. Так называемую дробленку. Егор Васильевич готовит сам. Для чмень, горох, кукурузу, зерна. И туда соли поваренные, рассыпчатые. И известковую крупку. Особенно много известки, соли и мела требуются животным в момент роста рогов. Тогда они вырастают огромными, ветвистыми. Мастер на все руки Егор Егоров планирует изготовить из них стильные украшения для дома. Светильник. Вообще, работы животноводу хватает. Ведь кроме северных оленей, у него живут породистые овчарки, курдючные цыгайские овцы, молочная коза, пони, павлины, африканские страусы и эму. С 91-го года сначала стулы привез индюков. Вот оттуда и пошло. Кроликов люблю, лошадей и собак. Я сам не знаю, почему я животных люблю. Лошадей с детства любил. Лошадей сначала держал. Постарел, поменьше лошадей взял, пони. Постоянно с ними. Не болеть нельзя. Утром встанешь, как кукла пластмассовая. Там болит, здесь болит, здесь помазал, там прилепил какой-нибудь пластырь. Выходишь к ним, вся болезнь проходит. Потрешься с ними вот так вот. Разведение таких необычных для чувашей птиц животных для активного пенсионера – хобби. Никакой прибыли оно не приносит. Яйца постоянно спрашивают. Спрос есть, только яиц не хватает, но я в основном раздаю. По доброте души. Да. Единственное, что приносит небольшой доход – редкая тонкорунная шерсть, которую Егор Васильевич состригает с курдючных овец и сдает на переработку. Небольшое стадо, как, впрочем, и зоопарк, хорошо просматривается с дороги. Многие специально останавливаются, чтобы полюбоваться животными. Егор Васильевич рад гостям, лишь бы не кормили вредными вкусняшками и не пугали.